Пять кругов по 2 и 5 км. И здесь фактически сразу же старт на отметке 1330 метров. Небольшой подъем, затем небольшой спуск и дальше очень такой длинный затяжной тягуночек. Там еще есть один опасный маленький поворот на спуске. Затем еще комбинация из трех подъемов и спусков и всего, ну можно говорить, 3-4 больших подъемов. Кто-то говорит 3, кто-то говорит 4, а если считать совсем точно, мы ходили по трассе с нашими корреспондентами, то есть здесь их 7 штук, ну так называемые пупыречки, небольшие такие подъемчики. Отмечаем, что два сильных австрийца не вышли на дистанцию спринтерской гонки. Заболел желудок у Ландертингера и горло у Эдера, плюс ко всему и ус не бежал. Ну а если говорить о тех, кто не попал из числа сильных спортсменов в 60 лучших, то мы прежде всего отмечаем Йоханнеса Бео. Минни Бео был только в 64-м с 5-ю промахами. Де Лоренцо не попал. Ридрих Пинтер. Михаэль Реш. Бельгийский спортсмен, который никак не может оправиться от травмы ноги. Об этом мне сообщил его отец Эберхарт Реш, знаменитый биатлонист. Вроде бы все ничего, выходит на функционал, но дальше побаливает нога и ничего не получается. В общем, в зачете мирового кубка Мартен Фуркат уверенно идет на первой позиции. 294 балла. Ули Айнер, Бьерн, Даллин, второй, 255 очков. Симон Шемп переместился на третье место, пододвинувь ее на Мае. Два балла выигрывает немец и француза. Свенсен пятый, Тарейбер шестой. Шипулин с седьмой, 189 очков. Гараничев восьмой, 171. Но Малышка, 14-й, Слепов, 16-й, Цветков, 20-й, Волков, 24-й. Волков был недоволен ходом. Говорил, что это далеко не максимум. Немного замешкался с ремнем по ходу стойки. Допустил, кстати, один промах. Но, кстати, что касается функционального состояния, Алексей, как обычно, очень остроумно заметил, проблема не в нем, а проблема в голове. Надо уметь переключаться, где-то добавлять, использовать силы. Маловато стартов провел. Вот то, о чем, кстати, надо и тренерам указать. Которые не ставили Волкова на хокпитинские гонки. Поэтому разогнаться пока спортсмен не может. Я имею в виду личные гонки хокпитина. В эстафете он выиграл вместе с командой. Сейчас Алексей идет в комфортном для себя темпе, зная, что может быстрее и может прибавить. Рико Гросс отметил, что вся команда в целом выступила просто блестяще. Отмечает, что мы были сильны еще до того, как ее возглавил. Но сейчас ребят только прибавляют, это видит все. С ребятами много говорят о стрельбе, ветре, кондициях на рубеже. Сегодня ветра по традиции практически нет на ранних щитах. А вот на поздних ветерок присутствует. И причем довольно приличный. Такая роза. Представляете, где-то щитов, наверное, 10-12. Практически полный штиль. Может быть, сейчас 7-8. Я смотрю в окно. Ну, а дальше иная ситуация. Евгений Гараничев прекрасно отработал на трассе в спринте. Выдержал темп на последнем отрезке. Чисто отстрелял. Слепов говорит о том, что привык, особенно за последнее время, стрелять быстро. Старается надежно это делать. И, кстати, Рико Гросс подтверждал, что на тренировках у Слепова многое получается. Гараничев со Слеповым, кстати, они соседи по номеру. В гостинице довольно давно причем вместе живут. И в этом смысле Гараничев, кстати, ничуть не расстроился, глядя на такую атаку со стороны соперника. Сергей Ефимов, один из тренеров женской команды. Посмотрим, чем сегодня ответят наши женщины на поражение. А сейчас, внимание, мужской пасют. И первым начинает чемпион мира из Германии Симон Джемп. Он же еще олимпийский придер, как мы помним. У Леонар Бьерн Дален на старте в 15 секундах. Дальше в 25 одновременно. Гараничев и Слепов. И в одной секунде от наших парней Мартен Куркан. В 28 секундах Антол Шипулин. Перестраховался немножко сейчас. Слепов пропустил вперед партнера. Вся шестерка на дистанции. Дальше Фион Мае. Хороший сезон проводит француз. Миширов седьмым. Венедикт Дольт. Ари Бео. Алексей Волков плюс 40. Я хочу сказать, что Цветков проигрывает 44. А в минуте фактически добрых 15 человек. 55 и 59 секунд соответственно проигрывают сильные немецкие... Американские, прошу прощения, беатлеты. Тимбург и Лауэл Бейли. У Антона Шипулина пока единственный личный подиум. Как раз в гонке преследования. Когда Антон финишировал третьим на этапе по Фильцине. Ответим, кстати, что рождение ребенка, по словам команды, у Антона Шипулина. Очень здорово сказалось на коллективе. Все очень рады. Вообще у нас хороший коллектив. Ребята посидели с Антоном. Отметили. В хорошем смысле этого слова, разумеется, все спортсмены и профессионалы. Вообще Гросс очень интересно настраивает парней на пристрелки. Потому что очень тонко чувствует особенности каждой хорошо знакомой трассы Рико. И дает свои временные советы по поводу тех или иных особенностей рубежа. Здесь тоже весьма непростое, я бы даже сказал, специфическое стрельбище. Потому что здесь спортсмены идут на спуски. Здесь очень важно как раз не перевосстановиться. То есть очень четко контролировать свое самочувствие, свой пульс. Ну вот мы видим, что едва ли не львиная доля трассы проходит в лесу. Все стартовали, кстати, вовремя. И никаких заранее старт санкций не предусмотрено. И мы обращаем внимание, кстати, что вот эта группа, она очень плотная. Которая сразу же за Гараничевым стартовала. К первой отсечке сейчас приближаются спортсмены. Я напоминаю, что завтра первые в нынешнем сезоне гонки с общего старта. Куда попадают 25 лучших по тоталу и пятерка из тех, кто показал лучшие результаты в гонках отдельно взятого этапа. На чемпионате мира правила немножко другие. Итак, Шемп, километр 200. Давайте смотреть. Бьерн Даллен уступал 15 секунд. Сейчас еще секундочку прибавил немец, относительно великого норвежца. Гараничев за ним переместился, как мы видим, Шипулин. Дальше слепо Фуркат. Пион Маея. Венедикт Дольф и Тарибео. Ну еще и Свенсен. Свенсен чуть поодаль. И Алексей Волков старается не отстать. 37 секунд отставания. И, кстати, Леша вот в этой группе начал тоже очень неплохо. Причем мы видим, как приближаются буквально на глазах. Причем не только к Герн Даллену, но еще и немецкому спортсмену. Те, кто стартовал по ОДЭ. Весьма уверенно сейчас проходит эта группа. Ключевые, ключевые старты сейчас в декабре. Ну понятно, что нужно набирать максимальное количество баллов лидерам для того, чтобы более-менее безопасно себя чувствовать в январе. На этапах так называемой золотой биатлонной серии. Ну и, естественно, для российских спортсменов, и в частности для Шипулина, если Антон рассчитывает показать что-то очень серьезное в борьбе за глобус. А отставание от фуркада более 100 баллов. А вот сейчас нужно брать тепленьким, но легко сказать. Вы понимаете, что нужно не только показывать самому результат, но еще и ждать ошибки соперника. Статус-кво по-прежнему 16 секунд. Шемп от Берндалина, дальше Гараничев 25. Ну вот сейчас Шипулин 26, слепов 27. Практически с одинаковой сейчас скоростью бегут и лидеры, и все те, кто позади. Волков 3 секундочки сейчас проиграл. И вот Свенсон уже практически приблизился к той группе, догоняет Эмиль. Норвежцы по-прежнему испытывают проблемы, по их собственным словам. Подготовка инвентаря. У Берндалина собственный сервисер многолетний, он ему сам платит зарплату. Кстати, в его трейлере тоже живут и практически работают. Зва его закадычных друга еще со школьных времен. Берндалин зарабатывает неплохие деньги и может себе это позволить, как настоящий профессионал. Не надеясь на помощь государству, там немножко другие отношения, как мы знаем. В этом смысле у российского спорта зачастую условия более тепличные. Ну так вот, по поводу сервис-группы. Норвежцы был уволен с поста главного сервисера Мортен Свенсон. По итогам прошлого сезона норвежцы были недовольны работой брата Эмиля. Но новый человек все-таки вот по иссайдерской информации не очень справляется. Поэтому норвежцы все-таки вот из-за этого нервничают дополнительно. Хотя странно, согласитесь, да? Испытывать проблемы с подготовкой инвентаря до такой сильной сборной. Шемп молодец. 86% точных попаданий. Не самая блестящая стрельба. На лёжке Бьерндалин 88. И Ульяйнар закрывает тоже 5 мишеней. Браво! Гараничев мажет первым выстрелом. Слепо, пувы, промах. Молодец, Фуркат. Доль молодец, Шипулин. Браво! Волков. Последим за его стрельбой. Слепо два промаха. И последним выстрелом Алексей промахивается. Но что это ветер? Мы видим, что порыв сыграл свою злую шутку. Шипулин идёт четвёртым. Волков фактически допустил только второй промах сейчас в элитных соревнованиях нынешнего года. Цветков тоже хороший стрелок. Кросс отмечал, что едва ли не лучший в команде вместе с Волковым. Что подтверждает Максим. Грёс играет два промаха. Виндиш промахивает Сиберхард. Вегер, Хоппер. Итак, уважаемые дамы и господа, Антон Шипулин. Четвёртый пока. Плюс 20 от лидера. Горанчев пролетел круг. Идёт девятым. 45,6. Цветков на двенадцатую позицию. Хотел бы сказать, перешёл. Он по двенадцатым номерам стартовал. Остался при своих. Обращал, кстати, внимание Симон Шемп ещё в прошлой гонке. И говорил спасибо Максиму Цветкову. Лыжи работали прекрасно. Финишный круг прошёл здорово. Но во многом не помог Цветков. Они работали в паре на заключительном отрезке. Это дало мне хорошее преимущество. Доверительное отношение у Симона. В этом смысле и сообщает некоторые секреты. Замечательному корреспонденту спортбокса Татьяне Помельниковой. Тане, спасибо за отличную работу. На спортбоксе, кстати, кто не посмотрел. На сайте Мачтв тоже наши биатлонные шедевры программы. Ну а следующий выпуск завтра. В воскресенье. Турнирная таблица вы сейчас видели. Цветков в двенадцатый, Волков в четырнадцатый, Слепов в семнадцатый. Ну и, соответственно, сейчас мы дождёмся показателей Дмитрия Малышка, который на старте уступал минуту тридцать две и уходил тридцать восьмым. Любопытно, как организаторы этого этапа, для того, чтобы обезопасить спортсменов, есть участки очень ледяные. То есть, едва ли не полное отсутствие снега, один лёд, и вот здесь его убрали. И потом, соответственно, подсыпали снежку, катали всё это. И на сложных таких участках, куда не доходят лучи солнца, теперь всё в порядке. В этом смысле отдать должное славянцам, потому что они умеют организовывать соревнования. И стараются делать всё для того, чтобы было комфортно и зрителям, и журналистам. Хорошо, пресс-центр работает, здесь всё в порядке. Результаты только спортсменов местных подкачали. Факт тридцать шестой в спринте. Минута тридцать одна. Якова видел накануне, он, конечно, нервничает. Но он сказал, что постарается ситуацию исправить. Шипулин, вы посмотрите, уже подтянулся. Было 20 секунд, сейчас 14. Верндалин хорош. Вот 42 в январе исполнится. Но в каком порядке спортсмен? Вот что значит, друзья, здоровый образ жизни. Верндалин подростком ещё был, когда первый-единственный раз попробовал алкоголь, а дальше хоть отрубило. И к сигаретам не притрагивался. Так что, уважаемые мальчики и девочки, зарубите себе на носу. Хотите быть как Верндалин, не надо заниматься вредными излишествами. Гораничев, 45,7. На девятой позиции, но там мы видим на этом отрезке группа лидеров. Ну, назовём её так, 8 человек. Хотя от Свенсена до Шемпо 24 секунды, но там ещё 20-секундный просвет. Ну и вот ещё момент, о котором мы говорили в прошлом году. Не очень удобно, единственное что. Не очень удобно здесь выход со штрафного круга. Вспомните, как Дарья Домрачева падала здесь по клюке. И вот сейчас Алексей Слепов столкнулся с кем-то из соперников. Симон Шемп. Превосходные условия, чувствовал себя блестяще. Тренеры команды, ну так знаете, стучат по дереву, когда спрашиваешь Киркнера и его помощника о том, как готов Шемп. Но улыбаются. Здесь всё в порядке. 12, 13, 14 секунд. Бенедикт Дойль. Бенедикт Дойль проводит тоже очень неплохой сезон. Идёт на 9-м месте в Кубке мира. Он четыре раза заходил в восьмёрку сильнейших. И это очень хороший результат для спортсмена, который ещё вчера проиграл конкуренцию тому же Бёму. Он чемпион мира в эстафете Бём. Но потом является железным номером. Здесь подсказка. Александр Попов, олимпийский чемпион, помощник Гросса. То, как нужно делать на рубеже. Потому что на самой стрелковой позиции Сален-Зон. Зона тишины, подсказки запрещены. Мгновенная дисквалификация. Специальные таблички. Начало зоны тишины, конец зоны. Трасса быстрая, скоростная. Несмотря на очень тёплую погоду. Мы вот живём на озере Блеты. И фотографии полувековой давности говорят о том, что это озеро замерзало. И там на коньках катались вовсю. Сейчас, конечно, в это трудно поверить. Так как хочется любителям зимних видов спорта кинуть клич. Все на борьбу с глобальным потеплением. Но мы знаем, что к этой борьбе биатлонисты тоже присоединились. Здесь американские спортсменки были законодательницами МОД. И вот сейчас вместе практически подошли. Приблизившись к Шэмпу. Поддавливая его. Соперники. Мы знаем тоже, как Куркат может пыхтеть, дышать громко на рубеже. Шэмп молодец. Так, у нас стрельба Антона Шипулина. И, судя по всему, был допущен промах. Там еще и проблемы с графикой возникают. Досадно. Свэнсон, Пион Маэ, Тарри Био. Они-то точно отработали. И вот сейчас Курк не миновал Шипулина. Это, конечно, был не Слепов. Иногда волосы дыбом стоят. Только что-то такое отчебучивает графика. Гаранчев молодец. Ну что, 29 секунд. Антон быстро побежал этот Курк. Гаранчев молодец. Сейчас приблизится. Вот он по третьим номерам мимо комментарской позиции проходит. Следим за Цветковым. Прекрасно, Максим. Очень надежно стреляет. Ну, не сглазить бы, что называется. А вот у Слепова снова оплошность. Шипулин восьмой. Гаранчев девятый. Тяжеловато парням Волков. Надо стрелять хорошо. Он это делает. А у Слепова два промаха. Цветков 13-й в минуте. Но здесь вся борьба продолжается. Короткая реклама. Джентльмэн Оуны. Кажел шик. Новый мужской аромат. Живан ши. Лысина не появляется сразу. Если волосы рядеют, начинайте применять спрей Генералон. Он останавливает выпадения и генерирует рост новых волос. Генералон. Признанное средство в борьбе с облысением. Ну, понеслась. Как всегда, прекрасно отработан подъем. Впереди не один круг, но не в нашей природе останавливаться. Отлично отстрелялись. Осталось поднажать перед финишем. И можно отмечать. Три медведя против природы не попрешь. Идеальный день, чтобы сказать себе стоп. Я больше не буду думать, где мои люди. Чем они заняты. Теперь это не мое дело. Избавьтесь от рутины с решениями для бизнеса от Мегафона. Мегафон. Бизнес по-настоящему. Давай, давай, давай. Смотрим биатлон вместе. Сварог. Революция цен в Глория Джинс. Тотальное снижение на весь ассортимент. Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, праздник к нам приходит, праздник к нам приходит. Веселье приносит пепку стоплящий. Праздник капуст всегда настоящий. Кока-Кола. Новый год встречаем вместе. Попродолжаем наш репортаж. Шемп, Фуркат и Бьерн Дален. В шести секундах Бьерн Дален вплотную к Шемпу подошел француз. И, между прочим, мы отмечаем, что этот отрезок, они прошли быстрее Шемпа. Там было 10 секунд после выхода с рубежа. Фактически первая семерка преодолела без штрафа первые рубежи. Шипулин подтягивается кодом. Антон чувствует себя здорово. Мы это видим прекрасно. Снова передаю горячий привет. Тюмени, я знаю, коллективный просмотр. Аня Маслова. Еще одна родная сестричка Антона Шипулина вместе с группой товарищей. Популяризирует биатлон. 24, Антон проигрывает. 44, Гараничев. 5 секунд Шипулин отыграл. Гараничев идет одним темпом с Шемпом. Но это значит, что Фуркат идет значительно быстрее Евгения. Малышка на первом рубеже допустил два промаха. 47-я позиция только лишь. Цветков 13, Волков 14 в минуте после второго рубежа. Дальше Слепов. 2 плюс 2. 33 только лишь настартовал четвертым Алексей. Малышка на 0 второй рубеж. На 42 место переместился. Почти 2,5 минуты проигрыш. Шемпа догнал. Догнал Фуркат. Вы это видели. И это напрашивалось. Слепову сегодня 29 лет. Как, конечно, хочется в день рождения показать результат. Алексей потрясающий парень. Здоровья ему, удача. Он очень нужен нашей сборной, но не с такой стрельбой. Кто может собраться? И он на трех, хоть показывает. А вот в этой группе мы видим Шипулин уже рядышком. Посмотрите, как на солнечных участках трасса разбивается. И так после второго рубежа 10 секунд выигрывал немец у Мартена Фуркадо. И сейчас от этого преимущества не осталось и следа. Очень интересно. Посмотрите, вот уже на разбитых участках спуска по-разному, как проходят кончики. Кто-то по внутреннему радиусу, кто-то по внешнему. Фуркад, несмотря на обилие титулов, постоянно учится. Постоянно читает книги великих спортсменов. Анализирует. Вот тем же самым, кстати, Бьерндарин занимался и продолжает заниматься. Может быть, сейчас в меньшей степени. Психология победителя Тони Истанге является кумиром Мартена Фуркадо. Неоднократный олимпийский чемпион по грибному слалому, выступающий вместе с братом Патрисом Эстанге. Черпать мотивацию можно из разных источников. Бьерндарин занимался изучением опыта театральных актеров, которые много на сцене. Десятками лет выступают. Фуркад молодец. Шемп здорово острияет Бьерндарин. И промахивается. Надо было Ширвинту звонить перед этой гонкой Бьерндарину. Интересоваться, как и что. И Шипулин снова промахивается. Когда попадает Бьерндарин, когда Фьон Майя Свенсон и Доль дают шанс. Антон промахивается. И вот так сегодня улетучиваются наши надежды на медаль. Они, конечно, еще сохраняются. Впереди гонка. Два круга и последний рубеж. Гараничев. Молодец. Перешел на третью позицию Бьерндарин четвертый. И вот в этой группе сейчас промчится Бьерндарин Шипулин и Свенсон Гаранич. Все пока не сохраняют шансы в той или иной мере на призовую позицию. Яков Фак. Вот оно желание. Второй год подряд не получается. А как много говорит он об этом показать. Результат на родном треке. Три промаха. Цветков все прошло без сучка и задоринки. Волков на первой стойке справляется просто блестяще. Итак, третий огневой рубеж. И сейчас мы видим, как стартовавший пятым Фуркат вместе с чемпионом спринта Шемпом продолжают лидировать. Тарибе ушел на дистанцию девятым. А сейчас он третий. Главное для нас Шипулин. Шестой. С двумя промахами. С одним Гараничев. Восьмой. Два человека в десятке. Но, конечно, сейчас мы видим, что во-первых, не торопится Фуркат. Вот это очень интересный момент. Посмотрите как. Ну, едва ли не на шаг перешел. Только потом палки в руки. А Шемпу ничего не оставалось сделать, как выйти вперед. Они знают о комфортном преимуществе. Они все чувствуют. Спинным мозгом фактически. Как стреляют, как работают соперники. И сейчас Фуркаду главное поиграть. Ну, даже не то, что поиграть в кошки-мышки. Еще рановато. Он чувствует, что он на данный момент посильнее на дистанции. Но Шемп может последний круг пройти здорово. И, кстати, с этим были проблемы у Фуркаду. Но он родился в горах. И понятно, что горняком является отменным. 1370 метров. Здесь максимальная высота. Трасса хорошая. Местечко намоленное с точки зрения биатлона. Ну, вот похоже, что Фуркад, кстати, не разу надо проверить эту информацию. И Георгий Куренков, наш дитяный редактор, сообщает, был ли Фуркад первым в поклюке. Призером был и вроде бы пока не побеждал. Но посмотрим. Тут уже любители статистики. Все знают. Бео в 20 секундах. Бео идет очень прилично сейчас. Секундочку отыграл. Бьерн Даллен сдал на этом участке. Причем, что интересно, ведь соперники идут совсем не быстро. Я имею в виду те, кто впереди. Лидеры Шемп и Фуркад. Шипулин 47 секунд. Было 43. Гораничев 48. Отставание более чем в 20 секунд от идущего третьим Тария Бео. Тария Бео в нынешнем сезоне один раз был на подиуме. Бронзовая медаль два раза был четвертым. Ни разу на пьедестале не стоял Свенсон, но и миль выше старшего Бео Татали. Пятая позиция в зачете мирового кубка. Фуркад уходит вперед. Отрезок 9,3. Дистанция 12,5 километров. Впереди стрельба. Последний круг. И Бео ему надо догонять. И он пытается это сделать. 27-летний норвежский спортсмен. Имеет в этом сезоне отличный показатель. 90-процентный в стрельбе из положения лёжа. А вот на стойке хуже. 82 процента. Но пока догоняет. Нет, Бео хорош. Бео, я уже говорил, на предсезонных тестах едва ли не на равных. Боролся с лыжниками из национальной сборной Норвегии. Показал седьмой результат. Выиграл у всех биатлонистов на важном контрольном старте. Тоже мы знаем, разнообразил тренировочную подготовку к нынешнему сезону. Шипулин 46 секунд по-прежнему отставание. Но тут мы видим и Гараничев рядышком. Фьон Мае. Фьон Мае в каждой гонке хорош. Четвёртый результат. Кубки мира пока в тотале. У него одна провальная была гонка. 19-е место. Всё остальное либо призы, либо один раз восьмой, седьмой. И это, конечно, очень стабильно, хорошо и здорово. Он твёрдо сейчас второй за французами. Но вспомните, как боролся Шипулин с Беатриксом, с Фуркадом. Год назад какая-то была гонка драматичная, как мы целый час ждали результата. Но сегодня похоже, что всё будет, мягко говоря, иначе. Следим за Шемпом и Фуркадом. Шемпу 83% на стойке в этом сезоне. У Мартена 84%. Мажет Фуркад. И бегом на круг. А Шемп попадает. Но сейчас ещё в этой гонке ничего не ясно. Хотя шанс для Симона потрясающий, конечно, для Тария Бео. Тария Бео. Итак, вот сейчас половину круга мы видим проходит Мартен. Бео промахивается. И Антон Шипулин. Здесь же Гараничев. Продолжается борьба за медаль. Только-только уходит Фуркад. 18-4. Много. Далин мажет первым выстрелом. Свенсон промахивается. Шипулин молодец. Антон молодец. Гараничев убит промах. И так борется, борется Антон Шипулин. Но сейчас мы видим, как стремительнейшим образом промчался Тария Бео. Перед Антоном 44,2. Борьба за бронзу. Но тут ещё Кентенвейон Мае. Ещё нужно у этого мушкетёра выигрывать и отбивать его рыцарские наскоки. Но на этом треке не впервой с французами разбираться. Но посмотрим, насколько свой финишный заряд забил туго в пушку Антон Шипулин. Цветков промахивается. Гараничев седьмой. Цветков потрясающе прошёл на трёх рубежах. Стрелковые отсечки. Без промаха стрелял. Но теперь, увы, один раз ошибся. Итак, у Антона Шипулина есть все шансы побороться снова за бронзовую награду, как это было неделю назад на этапе в Хохфильцине. Гараничев будет стараться приблизиться к Бьёрндалину. Но там и Свенсен тоже. Они втроём ведут борьбу за место в топ-6. То есть за шестую позицию. Это и, разумеется, призовые деньги, важные кубковые очки. Но сегодня с главной своей задачей Мартен Фуркат справится. Он выше, выше многих, но не выше Шемпа. 18 секунд должен додержать немец. Но здесь на высоте бывает всякое. Это биатлон. На ноль Шемп и на ноль Симон. Фуркат с 33-го места перешёл. Молодчина. 12-й Бернбахер. Он стартовал 26-м. Лессер 10 мест отыграл. 11-й идёт сейчас. Лессер в начале сезона не самый блестящий. Ну что ж, мы будем смотреть игру в кошки-мышки. Оглядывается Тарри. Он понимает прекрасно. Посмотрел Шипулин, что там сзади. Нужно смотреть, что дальше. И вот прямая видимость. Есть между лидером и вице-лидером. Но преимущество за... Километр 300 до финиша у немца большой. И он бежит к своему золотому дублю. Снова обыграет Фурката Симон Шемп. А здесь сейчас... И он Мае мы видим за... Антоном Шипулиным и Бео. Но опять-таки позитив будем искать. Ещё раз Антон отработает вот этот важный момент. Финишное ускорение. Финишная история. И борьба с очень достойным соперником. Таррием Беоэк. С обладателем Кубка Мира. Олимпийским чемпионом. Неоднократным мировым победителем. Я не буду говорить о том, что у норвежцев есть некий комплекс Шипулина. Но понятно, что шансы Антона выглядят чуть более, может быть, чуть более предпочтительными. Но опять-таки сейчас ещё рано говорить на эту тему. Гараничев атакует и переходит на шестое место. Юрн Далин и Свенсен. Вот сейчас, может быть, в этот подъёмчик постараться обеспечить себе хоть незначительное, но всё-таки преимущество Евгению. Здесь большой просвет между первым и вторым. И ещё больший просвет между вторым и третьим, четвёртым. Хотя, с другой стороны, Фуркат тоже чувствует, что за ним что-то происходит и начинает прибавлять, поддавливать. Но идёт, как мы понимаем, своё удовольствие. А сейчас Шипулин работает вот на этом отрезке. Подхватывает ускорение Тарий Бёнк. Понимает, что нельзя спускать Антона, но Антон сейчас надо стараться уйти. Просветник небольшой всё-таки Шипулин создал, но сейчас будет расталкиваться на спуске и стараться догнать. И здесь от работы лыж зависит очень многое. Как сработал профессор Колосков и его команда. Это консерватория по подготовке лыжного инвентаря. Это зал Чайковского мировой лыжной смазки. И Ковенгарда на обкатке лыж. Это победа Симона Шемпо, уважаемые друзья. Браво! Золотой дубль в поклюке Симон Шемп. Может быть даже обгонит Гёрн Даллина. А здесь мы видим, уважаемые друзья, как Шипулин выкатывается всё-таки убедительно третьим. Убедительно третьим. У нас сегодня призовая позиция. Да, конечно, надо лучше стрелять однозначно. И тогда победа придёт. Но сегодня мы довольны этой бронзой. Шестого места Шипулин поднялся на третью. На третью позицию показал снова призовой результат. Пукторив достижение Кокфильцина. Ещё один подиум личный у Шипулина. И ещё одна образцово-показательная работа на последнем отрезке. И вот сейчас мы видим финишную борьбу. Финишную борьбу, в которой Евгений Гараничев с Эмилием Хегли Свенсом зарубался. За стое место посмотрим, кто же в итоге, кто же в итоге будет стоять на церемонии награждения. Наш или норвежец? Йорн Даллин лишь восьмой. И, судя по всему, не взирая на довольно значительное очковое превосходство в Татальше, темп обойдёт спортсмена из Норвегии. Итак, Гараничев шестой. Двое наших в шестёрке. Ну и теперь посмотрите на тех, кто отличился. Поднимаясь из глубины. 23 места отыграл Фуркат Старший. 15 позиций Бернбахер. Лессер 9 мест отыграл. Да, я полагаю, что всё-таки вот то, как крутил головой Бео, когда фактически они только отправились в финишный путь. На этой дороге с жёлтым кирпичом Антон Шипулин шансов оппонентам не оставляет. Являясь одновременно с железным дровосеком Страшилой и, конечно же, Львом. Но Страшилой, как вы понимаете, друзья, с точки зрения мозга. Вы все читали эти замечательные книжки. Не понимаете всё буквально. Хотя мы привыкли к тому, что биатлон смотрят люди остроумные. Любящие свою команду и отдающие дань должное соперникам. Всем большой привет. Ну вот сейчас Волков 16-й на финише. Минута 48 с одним. Цветков 17-й. Только с одним минута 52. Они похуже на финише места заняли, нежели были на старте. Слепов с шестью в день своего рождения финиширует 25-м. 2.33 проиграв. Дмитрий Малышко после третьего рубежа с двумя на первом уходил. 34-м. 2.28. Вот сейчас мы видим 33-м Дима финишировал 3.03. Вот победителя у Фака 31-й результат. Ну и вот у кого-то там падение ещё и в финишном створе. Давайте сделаем паузу, уважаемые друзья. Упал под 50 по всем номерам Владимир Ильев из Болгарии. Чехи. Обращаем внимание на то, что очень скромно, это мягко говоря, выступают уже второй этап подряд. В отличие от Габриэлы Саукаловой. Уйдём на рекламу, а дальше продолжим наш прямой эфир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok